Храм спаса нерукотворного образа в селе Усово не вместил в себя всех желающих. Архиерейское богослужение здесь возглавил архиепископ Одинцовский Красногорский Фома. Отсюда верующие отправятся в Ильинское. Именно оттуда им предстоит пройти крестным ходом в память о великой княгине Елизавете Федоровне. Это важно, особенно в наше время. Хочется, чтобы было больше людей, чтобы люди осознавали, что в такие времена, которые переживает сейчас наша страна, надо вернуться к нашим истинным ценностям. Протяженность маршрута 12-го Елисаветинского крестного хода всего 5 километров. Путь не длинный, но необычный. Верующие прошли не только по земле, но и по воде. Через Москву реку переправлялись по-разному. Одни на плотах, другие по понтонному мосту. На пути у верующих сразу несколько исторических зданий, родильный приют и лазарет для раненых и увечных воинов русско-японской войны. Оба работали благодаря Елизавете Федоровне и ее супругу. Вот проходя крестным ходом мимо родильного дома, мы знаем, что этот родильный дом был построен ее тщанием, их средствами для бедных, больных и крестьян. И когда там совершалось крещение, то она, и не только она, и многие из царских четы становились крестными, восприемниками. В этом году крестный ход приурочен не только к 105-летию трагической гибели Великой Княгини, но и к празднованию 110-летия прославления священно-мученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Я считаю, что это великий наш святой, мощь его покоится сейчас в Успенском соборе. Каждый из вас может прийти и поклониться ему, и помолиться о нашем Отечестве, о том, чтобы он своей молитвой такой мощной, такой созидательной, такой оградительной, чтобы он заградил наши границы. Завершился крестный ход в селе Усово. После молебна началась благотворительная ярмарка «Белый цветок». Открылась выставка «Святитель Лука. Врач, педагог, пастырь». И, конечно, для всех, кто преодолел пятикилометровый императорский маршрут, организаторы подготовили трапезу. Евгения Августина, Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».